Мы продолжаем наш рассказ об активных средах. Борис Павлович Белоусов, выдающийся наш соотечественник, выдающийся химик, не очень известный, особенно при жизни. Почему? Потому что он работал в очень закрытом военном учреждении, Академии химзащиты. Говорят, что он даже был в конце жизни пожалован в звание генерала. Хотя никто не знает, это его молодая фотография. Потом есть фотографии, вот я покажу, уже в зрелом возрасте его. Он занимался вот чем. Сейчас это уж можно рассказать. Он занимался военными противогазами. И в противогазах он как раз, вот в этой бадье как раз лежат вот эти самые активированный уголь, который задерживал всякие в воздухе распространенные отравляющие вещества, брызги вот эти вот. Вот. И такую вещь, как правило, делали вот этот самый адсорбент, делали на основе активированного угля, а он занимался пропитками, которые уничтожают вот ту самую органику, которая бывает в распыленных отравляющих веществах. Тогда существовала опасность химической войны. Это было после Великой Отечественной войны. Вот он этими пропитками и занимался. А в этих пропитках, как правило, были какие-то химические катализаторы. То есть был адсорбент уголь, и были химические катализаторы, которые должны были разложить эти самые органические вещества. Иприд, Зарин, Заман, Льюизид, еще какие-то. Вот. И тогда в них часто могли быть металлы в качестве участников каталитического процесса. Металлы с переменной валентностью. Ну, мы знаем, железо есть с переменной валентностью, марганец. А у него в эксперименте был металл церий, который бывает 3+, и 4+. Трех-четырехвалентный церий этот был. Там была еще у него смесь и бром-малоновая кислота, серная кислота была. То есть была такая вот адская смесь. И он увидел, вот, и он увидел, смотрите, вот какое у него удивленное лицо. Он увидел впервые в мире регулярную, периодическую цветную реакцию. Он увидел вот что. Раствор мог менять с периодом где-то в полминуту-минуту свой цвет. Вот какая это была система. Система была точечная. Вот почему. Хотя баночка была относительно большая, если в ней перемешивается пропеллером или магнитной мешалкой смесь, вот эта реакционная, то вся эта баночка меняла цвет. У него было сначала бурое, прозрачное, бурое, прозрачное. Здесь уже с другим металлом. Красное, синее, красное, синее. Вот. То есть вдруг цвет менялся бурый, прозрачный, бурый, прозрачный. В целом объеме. Это потрясающая история, потому что люди... Периодические процессы известны давно. А вот чтобы в химической реакции, в целом объеме появилась цветная реакция, очень повезло Белоусову. Он попал на химические смеси, которые в видимом диапазоне, который нами воспринимается как видимый свет, когда эта самая реакция меняла цвет. И появилась цветная периодическая реакция. Это не имело никакого отношения специального к противогазам, просто это получился такой вот замечательный эффект открытия. Это открытие, на самом деле, уровня Нобелевского открытия. Эта система стала примером того, как происходит самоорганизация в открытых термодинамических системах, потому что здесь расходуется энергия химических соединений. И вот это Нобелевское, на самом деле, Нобелевского уровня открытия он описал в статье, которую послал в один из академических журналов. Что произошло? Известные тогда ученые ответили Белоусову, что такой реакции, вот этой самой реакции, быть не может. Потому что, согласно второму закону термодинамики, если система химической реакции есть, то она не может подпрыгивать все время. Это ужасная ошибка. Люди плохо знали второй закон. Система-то неравновесная. Если в ямке потенциальной лежит система, она не может подпрыгивать. Но система-то, вот если вспомнить ту параболу, система-то была удалена от состояния равновесия. И там возможны колебания. Действительно, шарик, который лежит в ямке, колебаться не может. Но если мы этот шарик поднимем над ямкой, он по ямке будет кататься, и будут колебания. Вот здесь тоже самое происходило. Система была удалена от равновесия. И дважды или трижды Белоусов посылал статью в разные журналы, и ему отказывали. Хотя нужно было всего-то взять известный, он описал, взять химические эти самые соединения из химического шкафа с реактивами и воспроизвести реакцию. То есть от работы Белоусова осталась небольшая вот такая вот статья, периодически действующая реакция. Вот такая вот это вот то, что осталось действительно описано Белоусовым, как произвести эту реакцию в одном из отчетов, в одном из сообщений вот этого самого замечательного научного учреждения. Уговорил Белоусова опубликовать эту заметку Семенович Ноль, наш профессор, ныне здравствующий, замечательный биохимик и биофизик и историк науки. Его часто лекции можно увидеть по телевидению. Что было еще дальше? В принципе, если записать в оптическом или в электрическом варианте реакцию Белоусова, то можно увидеть вот такие вот импульсы, такие колебания, которые по виду очень напоминают спонтанную электрическую активность в нервах. Что произошло дальше? Эта реакция была воспроизведена, Белоусовская, на кафедре биофизики, где Семенович Ноли, я сейчас работаю. Вот, и эта реакция была не просто воспроизведена, ее показали тогда нашему другу, Нобелевскому лауреату Игорь Евгеньевичу Тамму, который очень высоко оценил это открытие Белоусова. Белоусов уже не работал, вот, и Тамму эта очень вещь, эта реакция понравилась. Он сказал, что биофизикам теперь будет на много лет работа, тогда слово синергетика еще не появилось, но было ясно, что это что-то, что-то очень новое и очень принципиально важное для многих наук. Игорь Евгеньевич Тамму позвонил тогдашнему президенту Академии наук, выдающемуся математику, механику, организатору науки, президенту Академии наук Мстислав Всеволодовичу Келдышу и сказал, тут у биофизиков есть потрясающая периодическая реакция, посмотри. И тогда Всеволодович Келдыш призвал Шноля, Жаботинского, а Жаботинский был тем самым учеником Шноля и Блюменфельда, который эту реакцию уже стал изучать в деталях, химизм, физические процессы, автоколебательного процесса. Значит, поскольку у нас точечная система, то это были автоколебания, периодические колебания. И вот тогда, поскольку это была точечная система, где все колебалось туда-сюда, разом колебалось. И вот Шноль и его коллеги принесли в президиум Академии наук, принесли эти самые реактивы. И в кабинете у Келдыша на суконном столе поставили магнитную мешалку, слили компоненты и запустили реакцию. Ну, естественно, что произошло? Значит, от волнения коллеги забыли выключить подогрев. И реакция мало того, что пошла замечательно и быстро, она еще стала, эта серная кислота, сильно испаряться. Ну, и поскольку все волновались, то оказалось, что от донышка стакана или баночки с серной кислотой на столе зеленого сукла у Мстислава Селыча осталась дырка прожженная. Человек даже не повел бровью, но он внимательно присмотрелся к стакану, где шла периодическая реакция, вдруг возмутился и сказал, что вы от меня скрываете самое главное. Сказал великий Келдыш. А что скрываем? Трепетно спросили мои коллеги. А скрываем вот что. Говорит, тут с краешку не колебания, а уже бегают волны. Он увидел волны. Ну, ему сказали, что они тоже видели волны, но не знают, как это объяснить. Он сказал, что это самое главное здесь, когда он увидел волны. И дальше уже Жаботинский с Заикиным, Альберт Николаевич Заикиным, замечательный наш ученый, он в Пущино работает сейчас. Жаботинского, к сожалению, уже среди нас нет. Вот эти два замечательных ученых вместе со Шнолем увидели вот что. Реакция Белоусова-Жаботинского, ее так называют в литературе научной, замечательным образом демонстрирует общность и разницу между точечными и распределенными системами. Иначе, если в банке химическая смесь быстро размешивается, то вся система колышется как точечная, единовременная, это точечная система. А если мы ее, как вот на этом рисунке, мы ее тоненьким слоем, реакционную смесь нальем в чашечку Петри, то от флуктуаций, где возникают водители ритма, начинают распространяться концентрические волны, это вот эти волны реакции Белоусова. И система потихонечку заполняется, вот от каждого водителя ритма, от пейсмекера, заполняется вот этим вот волновыми, вот такими вот концентрическими пакетами. Причем здесь самое интересное, здесь можно увидеть, а на следующем рисунке мы точнее это увидим, что волны не могут пройти друг сквозь друга, то, что мы как раз с вами и говорили. Интерференции нет, и прохождения волн нет, потому что за каждой волной есть зона, где химическая система должна восстановиться. Так же, как после пожара в степи должна вырасти новая трава и высохнуть за год, то здесь мы тоже видим, что система должна восстановиться, и это вот такая рефрактерная зона, такая же, как бывает после нервного импульса в наших нервных клетках. Итак, здесь мы видим, вот как нарастает вот эта вот волновая структура, мы видим волновую, автоволновую самоорганизацию. Сразу должен сказать, фотография того же Симнельч-0, вот здесь таким же волновым образом распространяется фронт роста лишайников на камне, это на Белом море сделана фотография. То есть, в принципе, речь идет о всеобщности этой картины автоволновой структуризации активных средств, автоволновой самоорганизации. К этой идее мы еще вернемся, а сейчас посмотрим следующую картинку. Вот здесь, в левом верхнем углу, в цветном изображении одна из картинок, как вот такая вот белоусовская реакция распространяется в виде цветовых волн. И видно как раз вот как частый пейсмейкер потихонечку захватывает территорию редко работающего пейсмейкера. И потихонечку вот этот вот самый частый, самый наглый, самый активный пейсмейкер своими частыми волнами захватит территорию всех остальных неповоротливых зон. И потихонечку, пока будет в чашечке химическая энергия, свободная энергия для реакции, то мы будем иметь только один тип волн от одного источника. То есть здесь в таком примитивном виде происходит конкуренция, вот борьба за существование. Здесь же еще есть другие картиночки, вот к которым мы вернемся в других лекциях. Вот, а в правом нижнем углу показано то, как в протоплазме растительной клетки распространяется волна освобождающегося кальция. Это сделано в флуоресцентном микроскопе, фотографии сделаны. То есть мы видим и внутри протоплазмы клеток такие же волны. Надо сказать, что даже в яйцеклетке, в женской яйцеклетке после оплодотворения сперматозоидом распространяются похожие волны, вот кальциевые волны, которые включают систему ионного транспорта, которые включают новые биохимические процессы. И наша жизнь с вами начинается после оплодотворения яйцеклетки с того, что по яйцеклетке идет автоволна. То есть если в начале было слово, то в начале нашей жизни была автоволна. Ну и пошли дальше. Сейчас мы с вами видим лазер. Какое отношение имеет лазер к тому, что мы обсуждаем? Когда стало известно в физическом факультете, что наши биофизики увидели белоусовские волны, то тогда Рэм Викторович Хохлов, замечательный наш физик, предложил называть нашу химическую среду, белоусовскую среду, активной средой и называть лазер. Ведь тело лазера – это активная среда, где разворачивается драматическое соединение электромагнитных волн, которые становятся потом когерентным излучением. Так вот, здесь автоволны были, эти слова уже употреблялись в лазерщиков. И Рэм Викторович Хохлов предложил как раз химическую активную среду, а в дальнейшем и биологические активные среды, называть активными средами, а распространяющиеся возмущения – волнами. То есть, надо сказать, что вот этот вот коллектив удивительных ученых от Белоусова и университетских физиков и биофизиков на самом деле создали очень важную главу синергетики. И такая обида, что Белоусов при жизни, а дают только живым Нобелевские премии, при жизни, да и Жбатинский уже ушел, вот что при жизни, ни одно из главных открытий химии, и биофизики, и физической химии XX века не удостоены были Нобелевской премии. А это потрясающего значения, мирового значения открытия вещества знаний. И теперь мы видим вот что. Эта фотография – это моя гордость. Мы начали нашу лекцию с определения биофизики, а определение биофизики было связано с тем, что яблоко является символом не только любви, не только биофизики, но и символом самоорганизации. Почему я горжусь этой фотографией? В яблоневом саду у моего приятеля, физик-лазерщика Алексея Павловича Бажулина, я увидел на земле вот это вот упавшее яблоко. И я ему кричу, ведь это же автоволны. Конечно, сказал Алексей Павлович, но самое интересное, ведь это действительно автоволны. Заметьте, от места повреждения, вот на вершинке яблока, где есть дефект, вот черное пятно, расходятся волны. И эти волны расходятся, но не все покрывается плесенью, а волнами, потому что гифы так прорастают. И получается, что вот эта вот структура плесени концентрическими окружностями, такими же, как в белоусовской реакции, покрывает вот эту вот поверхность яблока. Этим летом я сделал такой эксперимент. Я такое же яблоко спрятал в темноте на всякий случай, чтобы это был процесс эндогенный внутренний. Вот. И посмотрел, с какой скоростью нарастают вот эти волны. Примерно сантиметр длина волны вот такой автоволны, и примерно на такую в сутки как раз примерно нарастает одна такая волна. Значит, вот этой плесени, соответственно, сколько волн, так же, как вот на том дереве, на котором лежит, столько дней. Если для среза дерева это столько лет, то здесь нам столько дней вот этой вот плесени на этом упавшем яблоке. Вот такой вот биофизический эксперимент был проделан в деревне. Следующая картинка. Это очень удачная картинка, потому что в вытоптанных лесах увидеть ведьмин круг теперь почти невозможно. Но, в принципе, если мы гуляем по тому лесу, который не вытоптан грибниками или еще кем-то, то мы можем увидеть, это бывает с мухоморами, бывает с разными грибами, с белыми бывает, что в несколько концентрических окружностей, а здесь мы видим как раз ярко одну выраженную, вот распространяется, от грибни, грибница так растет, что вот эта волна грибов растет. Но, естественно, никто, кроме ведьмы, в лесу такую структуру организовать не мог. И поэтому все это и называется ведьмин круг. Мы же понимаем, что само оно так не может. Но, в принципе, само оно так может, если это распространяется автоволна. То есть там была плесень, там были белоусовские химические процессы, здесь у нас вот такой вот ведьмин круг распространяется автоволной. То есть это, смотрите, самая общая вещь. А вот здесь мы видим, здесь мы видим травку, которая растет тоже автоволновым способом. Северный Казахстан, засоленная, вытоптанная земля, и для травы не хватает пищевых этих условий в почве. И тогда травочка растет волной, такой же волной, она движется, движется, движется. Это тот же самый процесс автоволновой самоорганизации. Жизнь везде бьет ключом в виде автоволн. И последняя картинка перед перерывом. Значит, мы видим, что автоволны бывают не только в биологической среде и химической среде, в геологической. Это агат, в котором распространяются нелинейные процессы диффузии и комплексообразования. И мы получаем застывшую, в остывшей лаве, в камне, получаем застывшую симфонию вот таких концентрических окружностей. Это агат. А справа у нас рыбочки, мальки рыбы, которые тоже собрались в подобные круговые структуры. Здесь видны головки, их жаберки, их видны. Им капнули в серединку, капнули аттрактант, что-то вкусненькое, пахнущее. И вот они в такой же чашечке Петри образовали такие же концентрические структуры. Что мы можем увидеть? Мы можем увидеть, что самые разные вещи, геологические, химические, биологические, экологические, могут образовывать одинаковым образом самоорганизуясь подобные друг другу рисунки, симметричные паттерны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова